В городском музее саровчане могут увидеть уникальную вещь – родословное древо преподобного Серафима Саровского. Составил его ведущий специалист Музея ядерного оружия, историк Валентин Александрович Степашкин. Биография отца Серафима интересовала его давно. С этого началась исследовательская деятельность, сбор информации, работа с архивными документами в Курске и Москве. В процессе работы Валентин Александрович нашел информацию о предках святого. Выяснилось, что род Серафима Саровского пошел от курского купца Ивана. С этого момента Валентин Степашкин решил составить генеалогическое древо преподобного. Работа с архивными документами и с первоисточниками длилась очень долго, не один год. И, естественно, приходилось выезжать по несколько раз в архивы, работать с документами. И вот к 2011 году материал сложился таким образом, что мы решили с директором музея города Сарова, что необходимо такое древо изобразить в художественном плане. Вместе с художником-реставратором разработали проект. И теперь древо Серафима Саровского дополняет экспозицию об истории монастыря Градского музея. Валентину Степашкину удалось расширить количество родственников святого до 160 человек. Изначально было их известно только 37. В процессе исследования были сделаны и новые открытия. Саровский историк нашел неизвестного до сих пор племянника Михаила. И узнал, как на самом деле звали бабушку преподобного Серафима. Бабушка преподобного была Федосия Наумовна. Обычно во всех жительницах, в литературах, в литературных источниках обозначена. Когда я изучал эти документы архивные, то прочитал, что она оказывается не Наумовна, а Максимовна. То есть неправильное прочтение отчества послужило к тому, что долгое время бабушка была совершенно чужой человек. Составить свое генеалогическое древо может каждый человек. Начать исследование стоит с беседы с родственниками, расспросить про их воспоминания, о том, что они знают и чем могут поделиться. Дальше на основе полученных данных предстоит работа с архивами в разных городах. Специалисты говорят, что составить свою родословную можно на 300 лет вглубь. И даже если в роду не было дворян, найти своих предков все равно возможно. Начинается поиск информации о родственниках, сообщения со своими родственниками, разбора домашнего архива, то есть это свидетельство о рождении, браке, смерти, различные открытки, блокноты, письма. Дальше человек запрашивает необходимые документы в ЗАГС. С 1925 года и до нашего времени документы хранятся в ЗАГСе, а до 1025 года документы хранятся в архивах. У кого предки жили в Москве и Московской области, тем можно воспользоваться оцифрованным московским архивом. В поисковике нужно вбить фамилию, имя, место жительства.